То есть женщина, если она хочет замуж, она только в этом случае выйдет. Если она не может понять, то она никогда не выйдет. А если у меня хорошая самая? Это тем более тогда, это тогда 100%, что вы не выйдете. Ну все-таки же не хорошо, что у меня самому. Вы меня уговариваете? Я советую. Ну, хорошо, ну вам же, вам же хорошо одной. Если вам одной хорошо, то у вас, ну понимаете, женщина это же, она состоит из энергии, привлечения. Если вы наслаждаетесь своей собственной жизнью, то значит вы не будете никого наслаждать. Понимаете, вы сами наслаждаетесь собой. Все тогда, как вы выйдете замуж. Хорошо, а если не складывается личная жизнь, в чем причина, что вы думаете? Ну вот вы же сейчас причины мне рассказываете, что вам одной хорошо, что вы не знаете, хочется вам замуж или нет. Женщина как река, ее энергия, она куда-то течет. Если она, вы не знаете, значит она туда не течет. Нужно знать, что вам определиться надо, хочу я или не хочу замуж. Ну, а у меня лично, вот если это честно мог признаться, как бы я транслировала, что хочу, но получается всеми своими действиями как бы... Что не хочу. Ну вот, опять видите, вы к тому же, что вы не хотите платить цену. Замужем означает вкалывать на мужика, терпеть его, мучиться с ним, как бы обламывать себя рядом с ним. А так, как бы никого не обламываешь, собачку завела себе и она перед тобой вот так будет, как ты хотела, чтобы мужик делал, она так будет перед тобой. Я собачку не завожу, не хочу мучить. Да вы даже собачку боитесь замучить? Что ж тогда с мужиком? Нет, ну я утром ушла, вечером пришла собачка, не внимание она. А мужику что, не надо? Вот, видите как получается. Вы можете выйти замуж, у вас нет одиночества по судьбе. Нету, просто вы не хотите. Вот это и называется цель жизни. То есть, человек должен понять, что жизнь это служение, а не наслаждение. Это принципиальный вопрос. Когда человек, ну, один побыл долго, он расслабился, и он думал, да зачем мне напрягаться вообще. И, ну, любой же мужчина, это такой мустанг, необузданный, дикий. Его надо обучать, как с собой общаться. Это время, силы. Вы, допустим, встречаете какого-то человека, с ним побыли какое-то время. И он, ну, как бы, видите, что с ним тяжело. Ну, с любым мужчиной тяжело. Вы думаете, блин, это опять все заново. Это все его обучать, общаться с ним, пытаться подстроить под себя, это так сложно. А одно и хорошо, без проблем. У вас же нет проблем, люди встречаются вам, правильно? Ну, а вы капризничаете там, пальцы выворачиваете, да? Значит, не хотите платить цену, значит, у вас понимание цели жизни, оно имеет не ту природу, которая похожа на замужнюю женщину. Потом, наверное, у вас есть дети уже, да? Нет? Нет? А хотите? Хочу. При этом хочу в семье, а не, как говорят, для себя. То есть я даже собачку для себя не завожу. То есть если уже рождение ребенка, для меня это в семье. И рождение ребенка это как продолжение, как развитие отношений, чувства. Вас мама баловала, заставляла дома что-то делать или нет? Я как золушка была. Как золушка, работала, все делала. Ну, да, а сейчас вот наслаждают. А, перенапряглась, да, когда одна с родителями жила? Ну, и нянька, и долушка, там много функций было. День ска не было. А давно вы вот уже наслаждаетесь? Сколько лет? 14 лет с перерывом. Ну, и, короче, уже пора заканчивать наслаждаться. Ну, да, многовато уже, вот дети нет. Ну, и с чего, как мне вам помочь? Надо определиться, решить этот вопрос, чего вы хотите в жизни. Если встречается человек, надо, ну, платить цену в отношения, вкладываться. Если вы вот так вот на него смотрите, как у тебя дела? Ну, то есть, инертно ведете себя, он, как бы, походит, рядышком подумать, ну, нафиг мне это надо. И все. Спасибо. Ну, то есть, вы от этого вопроса чего ожидали? Вот, что вы хотели, а какого ответа, вот, что вы хотели конкретно? Олег Иванович, ну, получается, вот, знаете, у меня сейчас распудия, вот, я что бы не сказала. Раньше мне нравилось работать, я получала от этого удовольствие. У меня личная жизнь, как бы, так. Два года назад я в городе изменила свою деятельность, у меня работа мечты. Моя хорошая, еще 10 лет, подождите, не будет ни работы, ни личной жизни. Понимаете? Потому что уже все, уже, как бы. Женщина должна выйти замуж, чтобы вот защищенной детьми, защищенной детьми, мужем, одна одинокая женщина никем не защищена, она как мотылек в пустыне. Получается, ориентир сейчас взять на личную жизнь, я правильно понимаю? Просто у меня есть мысли, что мы в городе, а я думаю, опять же, все успехи... Ну, а надо что делать, ориентир? Всегда у женщины ориентир на личную жизнь. У женщины личная жизнь, это фундамент жизни. Вот она, личная жизнь есть, все остальное ладится. Если личной жизни нет, она чувствует себя не при делах. Потому что женское рождение предназначено для отношений, для близких отношений. Вот женщина соткана из близких отношений. А если нет близких отношений, тогда для чего женщинам? Остаться в родном городе или переехать в другой? Зачем переехать в другой? Там заново опять жить начинают. Что, вам хочется приключений, что ли? Ну, давайте вы спросите. Вон он, зеленый, зеленый. Здравствуйте, Олег Геннадий, здравствуйте все. У меня такой вопрос. Год назад у меня родился вновь. Во время беременности было дано имя, все было прекрасно, рождаются. На следующий день они решили сменить имя. И тут, в общем, началось. В итоге неизвестимо, лежит. Как, подождите, как звали? Хотели назвать Матвей. А сейчас? Платон, повлияла ли вот эта смена имени? Нет, это совпадение. Да. Идет очень плохой период у ребенка. То есть у него так планеты сейчас стоят, что он где-то около года плохой период идет. Очень сильное напряжение в организме. Но он как лежит? Вообще не ходит? Ничего? Просто лежит и все. А какой диагноз врачи ставят? Диагноз, в общем, болезнь глимонуса. Она вообще очень редкая. Ну, то есть наследственное заболевание, что ли? Нет. Ну, это я не могу. Вот вы знаете, вы так думаете, что я могу щелчком пальцем поднять ребенка. Значит, надо... Я не ребенка. Надо после лекции подойти с фотографией, и я посмотрю, и буду думать, что делать, как. Может, интересно было, смена имени не могла сказаться, как? Нет. Смена имени не может так сильно влиять на здоровье. Она может влиять на настроение человека, влиять на его самооценку. Но вот чтобы просто уложить человека в постель, обездвижить, смена имени так не может влиять. Спасибо. Ваш вопрос. Добрый вечер всем. Это Геннадий, спасибо вам за лекции. Вчера я была в восторге, когда голова у меня болела. И с утра, сказала, голова болела. Я села на медитацию, ну, полегуя. Я 50 минут улетела сегодня, но у меня голова прошла. Ну, у меня другой... Да. Ну, видно, там что-то недолечило. Ну, когда медитация сидела, причем ваш век, потому что 4 месяца назад я слушала вас и молитву, ну, такой жадкости не ушел, вот вообще, ну, необыкновенно, никогда такого не было. Ну, я время 50 минут выдержала. Ну, в этом... В чем вопрос ваш? Вопрос. В это время, я это так уже давно, ну, как, на этот период, я не думаю, замуж хочу выйти. То, когда я у вас спрашивала, вы мне спросили, а ты хочешь замуж? Я такая сменевалась, ну, как бы, вроде бы не хочу. А сейчас у меня вот даже вот медитация обращала, что я хочу замуж. И вот вопрос, нужно ли мне это или вообще, ну, как будет? Ну, моя хорошая, теперь будем думать, нужно или нет, уже захотела, год прошел, захотела, теперь через год уже решим, что нужно, да? Потом еще что придумаем. Нет, ну, захотела. Хочу, да, служение вот это хочу, как вы сказали, барышня, то, что, ну, как вы, ответственность, служение. Я хочу это. Все. Вы это Богу говорите через меня, да? Да. Хорошо. Принято. Да. Еще один вопрос. Вы меня забирали сюда за границу ехать к дочери. У меня там есть? Ну, это же зависит от паспорта, там, еще прочее. Как бы, дорога, что значит дорога? У вас есть виза там или нет? Сейчас же шенген получили очень сложно. Я туда проеду ловил подавать в Москву еще. А, куда, шенген, что ли, нужен? Да. Ну, я не знаю, моя хорошая, что вы знаете, а шенген получить нереально сложно. Да, я знаю, что много павказов, очень много, но у меня сложилось очень хорошо все. Вы меня компрометирующие вопросы задают. Ну, то есть, вот, Олег Геннадьевич сказал, что я получу, где шенген? Потом вы в следующий раз на лекцию приедете, вы скажете, где шенген, Олег Геннадьевич, вы обещали. Я же не выдаю шенген, если бы я выдаял, выдавал, я бы мог как-то. Этот вопрос мне непонятен. Я могу дать процент просто. Сколько процентов у вас там она живет, да? У вас, то есть, шенген для родственников, ну, как по родственным связям, да? Ну, мальчик, кем она живет, он мне сделал приглашение, не породственным связям, потому что, ну, как по родственным связям, это нужно доказать, что она... Она еще не гражданка, да, Евросоюз? Нет. Ну, я так вот чувствую, что процентов 25, что вы получите, и 75, что нет. А вы еще ждали от времени? Ну, я бы сейчас голубой еще. Это ты сразу вспомнил анекдот. Проверяющие ехали в пионерский лагерь проверять, попали в зону. И там, ну, поставили мужчин. Им говорят, ну, вы что, говорит, вы что, сколько вам лет вообще? Мужик говорит, мне 12, а вам сколько? А мне 15, ну, я бы вам больше дала. Он говорит, а нам больше не дают 15 вышках. Вы хотите больше, да? Сейчас, сейчас. Больше 25 процентов по шенгену не дают. Это вышка, понимаете? Люди даже по родственным связям не могут получить шенген. Не то, что там просто так. Ну, давайте вы. Да, у меня что-то странные вопросы сегодня такие. Здравствуйте. Олег Геннадьевич, у меня вопрос по поводу статичного питания. Это очень быстро. Чага, чайный гриб, ферментированные продукты, это относится... Это невежественный продукт. Невежественный. Да, любые грибы невежественный продукт. Любые грибы. А ферментированные продукты? Ну, капуста квашеная, зима квашеная. Сильно, переквашеная. Не косяковая такая, а такая малосольная. Вот. Огурцы там, помидоры. Это все нормальные, в принципе, продукты. Можно есть. Лучше в обеденное время, не вечером, не утром. Я вот вас послушала. А ферментированные, вы имеете в виду, допустим, Иван-чай ферментированный нормально? Ну, вот чай тоже нормально, да? Будет? Иван-чай. Ну, Иван, да, там чай. А квашеная лучше не мазать? Не, нормально тоже. Просто я очистилась полностью и перешла на с отличным питанием. Я питаюсь белыми зелеными вещами. И помидоры, и белец. Но если вы вот такие стандарты поддерживаетесь, очень высокие питания, тогда, скорее всего, это уже не ваша пища. То есть, ну, как бы, это тогда пища уже... Ну, если вы почувствуете, что вам надо совсем ограничивать себя, если пищеварение слабое, то квашеная капуста вам уже не подойдет. Но в целом она, это нормальный продукт. Но если вы там, у вас жесткие ограничения, то тогда нет. А чака – это гриб. Все грибы, они снижают иммунитет у человека, в организме. Какие бы грибы человек не ел. Маслята, опята. Вот он, допустим, ест. А эти грибы, они же... Их природа какая, они всегда, когда они куда-то попадают, они там снижают иммунитет у этого существа живого. И потом дальше на нем паразитируют. Ну, то есть, сама идея снижать иммунитет у всех грибов есть. Это на энергетическом уровне происходит. Поэтому, когда человек грибы ест, он влияет на свой иммунитет. И потом они... Как же действуют? Один гриб снизил иммунитет, потом второй залез. Ну, то есть, они... Как бы у них взаимопомощь. Ну, это вот эти бифидобактерии и прочее, да? Правильно я понимаю? Нет, бифидобактерии это не грибы. Есть бактерии благостные. Они нужны человеку. Бифидобактерии это благостные бактерии. Без них вообще не проживешь. У нас постоянно в организме находятся благостные бактерии. Они нам помогают. Есть условно-патогены, есть патогены. Есть непатогенные бактерии. Вот эти... Они непатогенные, они благостные. Нормально. Поэтому кефир это хороший продукт. Вот все, что с благостью связано, вот яблоко благостный продукт, допустим, квашеное ферментированное яблоко тоже благостное, тоже нормальный продукт. А мясо, допустим, невежественный продукт, его если оно сгниет, но яблоко сгнило, его можно есть, оно получается яблочный уксус. Или молоко сгнило, получилось, кефир получился. Это хорошие продукты, потому что из благости ничего плохого не получается. Вот, а если, допустим, сгнивает мясо, то получается яд, потому что это невежественный продукт. Спасибо. И насчет соды хотела узнать. Очень многие советуют соду в воду гиди, обгасить ее. Ну, понимаете, эти вот течения такие, это называется страстное мышление. Страстное мышление. Мы лучшие, наша вера лучшая. Сода это единственное лекарство. Или, допустим, перекись водорода там, или яблочный уксус. Каждый раз что-то, ну, как бы одно лечит все. И люди подсаживаются на это. До этого, ладно, если сода, это еще куда не шло. А если это моча, допустим, или кал. Вот, я разок, когда это была мода, лет 25 назад, 30, на мочу, люди пили свою мочу. Ну, человек обладал специфическим запахом. К нему трудно было подойти. Чувствую, что, наверное, уринотерапия лечится. Вот, понимаете. Сода, она охлаждает организм. Есть разная степень охлаждения. Охлаждение нужно человеку, потому что перегрев приводит к сокращению продолжительности жизни. Есть три энергии старения. Перегрев, напряжение и токсины. И сода и перекись водорода, они частично убирают перегрев. А яблочный уксус частично убирает напряжение. И поэтому люди, когда это чувствуют, этот эффект, они начинают этим увлекаться. Ну, как бы, это все равно все неестественно. Это приводит к каким-то нарушениям в организме все равно. Ну, то есть, если человек только целыми днями эту соду ест, то он уже становится засодированный. Можно ему даже, как на пачке пишут, минеральный состав, можно ему уже писать будет. Ну, то есть, у него там процент соды в организме уже будет серьезный. Поэтому это все какой-то когда-то помогает. Вот бывает так, что, допустим, у человека очень сильный жар внутри. И он соду, допустим, начал пить, раз ему легче стало. Ну, нормально. Но вместо соды можно также жар снимать и зеленью. Сырой или тушеной она тоже всегда снимает жар. Это более естественный способ снимать жар. Или, допустим, когда человек просто в воде находится или статические упражнения делают, у него самый глубокий жар уходит из организма на уровне психического тела. Потому что сода никогда не снимет жар, самый глубокий. Она снимает на каком-то уровне. Есть несколько уровней. Есть физический уровень человека, есть психофизический, это нервная система. И есть психический уровень. На психическом уровне действуют только аскезы. На психическом уровне не могут продукты питания действовать глубоко. Ну, сода может, допустим, на психофизическом, на уровне нервной системы, допустим, охлаждать человек. Продукты питания тоже охлаждают на физическом уровне. В какой-то степени это влияет на психический уровень. Но психический уровень охлаждается с помощью аскезы. Если человек в неподвижное положение тела делает, то он охлаждается. И это гораздо эффективнее, чем соду постоянно пить. Или перекись водорода тоже. Они примерно одинаковые действуют. И так как перегрев, он способствует развитию злокачественных опухолей, поэтому, говорят, сода лечит рак. Ну, как она рак может лечить? То есть, рак это живой организм. Он размножается в организме, растет. Сода может просто уменьшить скорость. Потому что, чем меньше жара в организме, тем меньше скорость роста злокачественной опухоли. А вот если человек длительное движение непрерывное совершает, и пост на воде, то он очищается от блоков, которые способствуют развитию злокачественной опухоли. И тогда уже это будет очень глубокий результат. И если он бросил мясо рыбу есть, тоже продукты, которые способствуют токсинам в организме, негативному тонусу, это, помимо того, что мясо само по себе, это продукт, который стремится к уничтожению, к разложению. Там само по себе много всякого трупного яда. Это еще продукт, который негативно влияет на психику человека. Он вводит психику в депрессию. Вот пробовали на кладбище покушать? Приятно? Депрессняк. Это место оскверненное. Считается, что на кладбище кушать не надо. Потому что там плохая энергия. Но так мясо это само воплощенное кладбище. Если ты сидишь рядом с мясом, ты уже как на кладбище. Просто ты этого не осознаешь. Поэтому надо вот так все это изучать серьезно. Смотреть, как устроен этот мир. Потому что если на поверку брать, люди все как живут, они живут как могут. И получается такой же результат. Вот допустим, если спросить, так все вот так живут? Ну, а как все живут? Вот если бы они все прямо польку бабочку танцевали вокруг постоянно, тогда можно было бы на это ориентироваться. Но если люди в основном страдают, все болеют, сокращается продолжительность жизни, то может быть надо задуматься, как правильно жить, а не как все живут. Потому что вот это мышление, все так живут, оно не работает. Поэтому нужно знание. Цель человеческой жизни это познание. Олег Геннадьевич, еще вопросик по поводу гвоздестояния практика. Подробнее можно узнать про нее? Кто-то сейчас, наверное, очень сильно распространяет по интернет вот эту практику стояния на гвоздях. Я смотрю, все поголовно начали, даже моя жена, уже все стоят на гвоздях. Я вам объясню, что это за практика. Есть практики, очищающие организм, а есть стимулирующие. Стимуляция для чего нужна? Для хорошей работоспособности, для того, чтобы быстро включиться. Стояние на гвоздях это стимулирующая практика. Это не практика, а очищающая человека. Она дает человеку стимул для жизни, активизирует его. Есть практики, которые избавляют человека от болезней. Я вам рассказывал об этих практиках. Длительное движение, подвижное положение тела, пост на воде, пребывание в воде, пребывание на солнце, на свежем воздухе. Это очищает, увеличивает продолжительность жизни. А стояние на гвоздях, оно стимулирует, тонизирует человека. Но не всем подходит. Как оно подходит? Ну, людям вот таким вот, вяленьким, которым, постоянно, им подходит. А если человек, наоборот, гипернапряженный, вот я такой, у меня, наоборот, склонность к перенапряжению, мне вообще не подходит эта практика. Если я буду стоять на гвоздях, у меня еще наклобучит сильнее. Ну, и так, конечно, не надо. Если человек напряженный, зачем ему стимулировать себя еще дальше? Надо, наоборот, расслабляться. Ваш вопрос? Мой? Да. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. У меня два вопроса. У меня мама, она просто стесняется очень задать вопрос. У нее часто голодные боли, и детство. Пару лет назад поставили очень хороший диагноз. Но в итоге, слава богу, он был неверным. Но нам пришлось... Какой диагноз? Ну, что такое опухоль? Опухоль, это вот есть лишний вес у человека, да? Когда человек живет неправильно, он сначала приобретает лишний вес. Потом постепенно, дальше, следующая стадия этого неправильного образа жизни, это доброкачественная опухоль, а потом следующая стадия злокачественная. Это все последовательное развитие одних и тех же событий. И когда такие вещи происходят, надо сразу задуматься, а правильно ли я живу? Понимаете, обычно, когда что-то находит у человека, он как думает? Он думает, все или не все? Это неправильное мышление, понимаете? Правильное мышление, это что делать? Не все или не все? Ой, не все, слава богу, живем дальше, как жили. Потом будет все уже, через какое-то время. Потому что доброкачественная опухоль рано или поздно становится злокачественная. Злокачественная. А в итоге, в итоге, это абсцесс? Абсцесс не сказали, что не сказали, что не сказали. Ну хорошо, абсцесс это тоже, это стадия до этой, вот абсцесс это до доброкачественной опухоли. То есть, если жить так же, как жила, то потом будет доброкачественная опухоль. То есть, у него просто сейчас есть какие-то внутренние постоянные страхи? Страхи это означает, что человек, у него есть объем работы какой-то, но он не делает то, чтобы избавиться. Страх это не патологическая какая-то неправильная штука. Это просто предупреждение организма, что есть опасность. И уберешь опасность, нет страха. То есть, это же у нее, как бы, все в ее голове, да? Она может провоцироваться дальше, а может поменяться? Вы меня не понимаете и не слышите. Организм надо очищать. Есть психические каналы, психические слои в организме. Они постепенно, энергия психическая постепенно начинает препятствия возникать в ее движении. Препятствия я называю блоками. Я изучал эту тему серьезно. И вот эти все хронические заболевания в организме, они не потому, что организм не знает, как правильно, ну почему. Врачи говорят, организм твой не может нормально делать так, чтобы печень была здоровой. Он не может. Почему он не может? Организм любого человека может. Просто надо понять глубокую причину, почему организм человека не работает нормально. Потому что не хватает энергии. Понимаете? Вот, допустим, почему человек не может встать пораньше? Ему не хватает энергии. Не хватает сил. Или почему человек, допустим, нервничает? Потому что не хватает энергии. Если у человека есть энергия, определенный вид энергии, он не нервничает. Если есть определенный вид энергии, он рано встает. Если есть определенный вид энергии, он не объедается на ночь. Почему человек объедается на ночь? Не хватает энергии не объедаться. Потому что все же знают, что этого не надо делать. и так далее если с этой точки зрения смотреть то надо понять а что именно надо делать чтобы этой энергии хватало и ответ моих лекциях разработан я объясняю что есть длительное движение и надо знать что если ты четыре часа идешь полное очищение организма происходит средним шагом примерно у нас даже есть таблицы там есть разработанная программа